МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владислав Борисович Косарев. Добрый вечер. Владислав Борисович, мне интересно, вы действительно искренне верите в коммунизм? Я искренне верю в коммунистическую идеологию. Идеология добра, справедливости, чести и достоинства человека. А вы думаете, эти понятия сейчас отсутствуют? Да, эти ценности сейчас не отсутствуют. Они живут, и я счастлив, что мне удается жить в то время, когда они приобретают силу и признание в обществе. А вам не кажется, что идеология коммунизма, не то, что вот вы сейчас говорите, эти ценности всегда были очень ценны, и всегда приветствовались, но сама идеология коммунизма Советского Союза, что она уже давным-давно себя изжила? Ой, как вы ошибаетесь. Мне смешно на вас смотреть, потому что не так давно, это было 22 апреля, во время возложения цветов к памятнику Ленина в Астане, к нам подошел мальчик, который попросился быть с нами вместе на возложении цветов. Ему 13 лет. Он сказал, я тоже в этот день родился, поэтому я хочу вместе с вами быть у памятника Ленина. Вы же понимаете, что он не знает вообще, кто такой Ленин. Это ладно я, вот поколение 80-х. Вы зря так думаете, я вам доскажу дальше. Этот мальчик рассказал, что он знает труды Ленина, труды Маркса и Энгельса, что он... В 13 лет? В 13 лет. Я ему не верю. В 13 лет мальчик. Я его попросил на митинге выступить, он выступил и сказал, «Здравствуйте, товарищи. Я вам скажу, как говорил Леонид Ильич Брежнев о Ленине и цитировал Ленина. Это мальчик. Он мне говорит, что мы не бедная семья, но я хочу бороться за то, чтобы все, кто живет в обществе, имели равный доступ к материальным благам». Владислав Борисович, вот после распада СССР и провозглашения Казахстаном независимости, вам не было страшно, что вы останетесь неудел, невостребованным, потому что в то время к работникам КПСС относились не очень хорошо, мол, коммуняки довели страну до разрухи и так далее? Вы знаете, вот то, что вы сейчас говорите, довели до разрухи в те времена. Эта мораль действительно имела место. Но прошли годы, и люди, которые жили в то время, смотрят на нашу современную жизнь и говорят, что это мы потеряли. Мы, оказывается, жили в коммунизме, мы просто этого не оценили в свое время и не заметили, как он прошел через нашу жизнь. Ну а в то время, в то время, как вы себя ощущали? Я ощущал тягостно. Но вам было страшно, что вы теряете все? Я не терял ничего. Я имел работу, я в профсоюзах работал, я имел друзей, которые верили. Мы не закрыли партийные организации. Я ни одного дня не оставался в нерядах КПСС. Сейчас оставались мы в КПК Казахстана и до сих пор мы наследники КПК Казахстана исповедуем те ценности, которые были ценны во времена Дина Мухаммеда Ахмедовича Кунаева. Владислав Борисович, все когда-то были коммунистами. И многие наши высокопоставленные лица, которые сейчас в правительстве у нас, они все вышли как раз из этой партии. Назовите нам этих людей, кто самых известных коммунистов, экс-коммунистов, которые сейчас, скажем, члены Нур-Утана, например. Ой, таких много. Но я не буду их называть, потому что я не хочу уличать в том, что они изменили коммунистической идеологии, потому что многие из них... Ну почему они изменили? Может быть... Силу обстоятельств, когда надо было служить Родине, а этому коммунисты были обучены очень хорошо, они продолжают служить Родине сейчас. Каждый на своем посту. У меня много знакомых в правительстве, в властных структурах, говорит сейчас, я коммунист, я не ношу партийный билет, но он у меня лежит, когда надо, я его подниму. Но он к нему как относится? Это уже, понимаете, это как символика, да, такая советская? Это реликвия для него. Реликвия. И все, что связано с Советским Союзом, это все реликвия. Но я хочу сказать, что и в душе этот человек сохраняет высокие моральные ценности, которые были присущи коммунисту. Владислав Борисович, вот ты изучая вашу биографию, вы, получается, с 17 до 19 лет, это вы работали трактористом, да? Да. Потом вы три года служили в армии, потом вы поступили в сельскохозяйственный институт, да? Оксана, изучила досконально вашу биографию. Что в вашей жизни произошло вдруг такое, что вы далее выбираете партийную линию, партийную работу? Вы знаете, мы в партии работу не выбирали, партия выбирала нас. Меня в 23 года от роду комсорга совхоза вызвал первый секретарь райкома партии и сказал, пойдешь парторгом в совхоз. Я ему начал возражать, парторгом мне рано, у меня еще партийный стаж недостаточный. Он меня обругал, говорит, еще чего не хватало, я тебе буду агитировать на ответственную работу. Ты должен с благодарностью принимать. И через две недели меня избрали секретарем партийной организации совхоза. Как вы думаете, судьба улыбнулась вам? Да, пожалуй, мне судьба улыбнулась. Потому что вот я сейчас глобально смотрю на прожитую мною жизнь, и я вижу, что мы работали тогда во имя блага общества, во благо человечества, авторитет партии поднимали, поддерживали. А сейчас я снова, снова улыбаюсь судьбе. Спасибо, судьба, что мы теперь живем в то время, когда ценности, утраченные в 90-м году, начинают возвращаться. Владимир Борисович, вы действительно думаете, что наше общество хочет жить, как в Советском Союзе? То есть, чтобы все были равны? Не выше, не ниже? Чтобы все имели равные возможности? Неужели вы на самом деле думаете, что люди этого хотят? Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. А кто финансирует вашу партию? Государство. Государство? С тех пор, как мы стали парламентской партией, мы получаем финансирование от государства. Ну, парламентской партией вы стали недавно. Недавно, да. А до этого, потому что я вот снимала видеоблог, смотрите, Владимир Борисович, я приходила к вам в штаб предвыборный, я видела, что коммунисты себе, в принципе, ни в чем не отказывают. Совершенно верно. Я видела политтехнологов, которые приехали из-за рубежа, да, к вам, по-моему, из России или из Украины. Нет, нет, это все были алматинцы. Алматинцы, да, ну хорошо. Владимир Борисович, я знаю, что у вас в Караганде летал вертолет, который, или воздушный шар, воздушный шар летал. Это же все деньги? Это деньги, да. Откуда вы взяли деньги на вашу предвыборную кампанию? За годы существования нашей партии, мы образовались в 2004 году, мы участвовали в пяти выборных кампаниях. Мы умышленно шли на выборы, потому что выборная кампания финансировалась государством на выборный процесс. И мы эти деньги успешно использовали. Последние выборы, мы пошли на такую хитрость. Мы нигде не тратили деньги на печатные органы. Мы себя через печать нигде не пиарили. А вот на рекламу, на доступную для народа информацию мы давали. А средства массовой информации они сами подхватывали и печатали по своей инициативе. Мы в этом деле тактический ход сделали очень правильный. Ну сколько вам выделило государство на вашу предвыборную кампанию? В нашей выборной кампании государство выделило, по-моему, 43 миллиона тенге. Мы эти деньги использовали. Но у вас нет бывших коммунистов, которые стали сейчас олигархами, которые говорят, Владислав Борисович, возьмите эти деньги и вперед. Так я вам их и перечислил. Есть, конечно. Конечно, есть. А для чего этим людям имеется, то есть они, получается, через вас могут какие-то... Я могу назвать вам несколько человек, которые дали деньги на... Назовите. Нет, не назову. Вы же сказали, могу назвать. Я хочу имидж этих людей сохранить, потому что они где-то работают, где-то... А им зачем это нужно? А потому что они коммунисты в душе. Я вам один пример приведу. У нас есть Сабир Валерий Рыгбаевич, который на пенсии, ему достаточно уже лет, он уже почетный секретарь областной организации южноказахстанской. Он дал миллион тенге на поддержку пострадавших от наводнения в Уральской области, потому что там когда-то работал. Это жест коммуниста. У нас есть коммунист вот здесь, в этом городе, который принес на выборную работу 7 миллионов тенге. Это что, не жест? А как вы относитесь к новому составу Мажелиса? Каковы ваши ощущения? Какие задачи перед собой ставите? Мы в составе депутатов действующего парламента чувствуем себя комфортно. А вы не чувствуете, что вас мало? У вас всего 7 человек. Нет, Диночка, у нас достаточно. Потому что мы чувствуем себя в окружении товарищей. Товарищи депутаты, кто борется за интересы людей, они всегда нас поддерживают. Если даже не открыто, то хотя бы тайком, хотя бы взглядом, хотя бы так подморгнул. Держись, мужик. Это знаете, какую силу придает? Вот эти люди других партий, других взглядов. Но когда они по плечу похлопали, это все. Владислав Борисович, я вот сейчас вас слушаю, да, и вспоминаю те мероприятия, когда я сама работала в партии Нур-Отан, проводилось очень много круглых столов, всяких встреч, да. Вы были одним из активных участников всех этих мероприятий. Я помню, как вы критиковали Нур-Отан, как вы обсуждали все эти острые проблемы, которые стоят у нас в обществе. Сейчас такое ощущение, как будто ваш пыл спал, и вы говорите, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Я сейчас ваше мнение скорректирую. Я никогда не критиковал личности. Нет, я не про личности говорю. Человек, когда служит какой-то идеологии, личность, он выполняет долг перед своей партией. Я его критиковать за исполнение долга честного и правильного не могу. Но, когда я критикую, я критикую ту идеологию, те принципы, те факты, которые допускает та партия, которую я критикую. Мы сейчас критикуем правительство, критикуем чиновников. Но многие политологи говорят, что вашего политического веса не хватит, для того, чтобы выразить вот ум недоверие правительству. Для того, чтобы сказать обществу правду о правительстве, нужно просто иметь право голоса в парламенте. Мы свой голос использовали для того, чтобы заявить, правительство не пользуется доверием у народа. Вы говорите сами, вы не говорите о личностях, вы говорите в целом о правительстве. Но вы считаете, что Карим Масимов, премьер-министр, профессионально работает? Видите, я Карима Масимова как отдельно взятую личность из правительства расценивать не могу. Почему? Потому что это его ведомство, которое я критикую. А его личность, я не знаю, может быть, он там нервы, душу себе порвал, но не может пробить сеть препятствий, которые его окружили. Почему? Но это же его же люди, он же сам набирает. Вы неправильно думаете. Вы думаете, что премьер открыл рот, сказал, и все сделано? Ничего подобного. Ему приходится доказывать, убеждать, настаивать. Это тяжелая должность как таковая. Поэтому я говорю, Масимов, ты такой-сякой, это было бы с моей стороны аполитично и неправильно. А вот критикую правительство, я отдаю отчет своим словам. Владислав Борисович, но вы уверены в том, что правительство, государство ваши голоса услышат? Сегодня газеты трещат о том, что коммунисты заявили об отставке правительства. Значит, услышали? Сегодня газета «Мегаполис» дала информацию о том, что 49% опрошенных ими людей подтверждает необходимость смены правительства. 32% говорят не от необходимости, а 19% задумались. Мы не понимаем, мы не знаем и так далее. Это какой-то баланс нашего мнения. Но вы думаете, будут после этого какие-то реальные, конкретные политические сдвиги? Вы знаете, я вышел из КПСС. Я знаю, как КПСС шла от съезда к съезду, от пленума к пленуму, не замечая недостатка своей работы. И знаю, чем это кончилось. Если мы сейчас будем идти, маршируя то от саммита до саммита, то от форума до форума, подводить то юбилей и так далее, и не говорить о том, что у нас не все в порядке в доме, мы тоже придем к плачевным результатам. Поэтому нам надо, чтобы и парламент, и правительство давали оценку реальную к соответствующей оценке народа. Владислав Борисович, вот давайте тогда можно конкретизировать детально, чем вы конкретно недовольны и что в первую очередь нужно изменить? Пожалуйста. Прежде всего, я скажу так. Правительство планирует бюджет следующего года или последующих трех лет, исходя из того, какая будет цена на нефть. Это главный критерий. Это же неправильно. Правительство должно выстраивать модель финансирования из того, сколько денег общество заработает на производстве. Теперь у нас перерабатывающая промышленность, коэффициент вклада перерабатывающей промышленности в валовый внутренний продукт за 11 год снизился. Теперь перерабатывающая промышленность дала меньше, чем мы ожидали. И по трем показателям основным показатели ниже. Давайте посмотрим сельское хозяйство. Владислав Борисович, я прошу прощения, но все ведь это понимают прекрасно. Не только ведь партия коммунистов, это понимают в парламенте, это понимают и Ахжол, это понимают и Нур-Утановцы. Но почему только вы выражаете недоверие правительству? Потому что мы выражаем интересы на людей простых. Простых людей большинство, понимаете? Большинство людей, простых людей недовольны работой правительства. Разве будет доволен, работая правительством, человек, который значится самозанятым или безработным? Которому не за что детей в школу одеть, повезти? Разве может быть доволен этот человек? Поэтому мы говорим нет. Разве можно быть довольным, когда правительство недофинансировало здравоохранение на 684 миллиона тенге? Вот смотрите, когда вы выступаете и говорите, да, вот эти вещи, которые на самом деле очень такие острые и актуальные, неужели никто из ваших коллег из других партий вас не поддерживает? Поддерживает? Поддерживает. Но никто же, кроме вас, не говорит в отставку правительства. Ну, видите, не говорит только потому, что его политическая принадлежность его сдерживает. То есть для того, чтобы выражать свое недоверие правительству, нужно быть ненурутановцем? Я думаю, да. А какой властью обладает депутат? Депутат имеет право выражать интересы своих избирателей, своей партии. Ну, это понятно. Это вы сейчас говорите, то есть так, да, понятные вещи? А вот в целом, вот скажите, объясните нам с Оксаны, какой властью обладает депутат? Депутат имеет право выразить запрос, имеет право пригласить с отчетом членов правительства, имеет право выразить недоверие, предложить голосовать о доверии данному чиновнику, правительству и так далее. Но мы этим правом пока пользуемся слабовато. Владислав Борисович, за короткое время работы нового состава Мажелиса, какой депутатский запрос, какое ваше заседание больше всего вам запомнилось? Потому что я помню, недавно обсуждался тоже законодательный запрет существования этих финансовых пирамид в Казахстане. Очень много это долго обсуждалось и обсуждается. Ну, это недолго обсуждалось, я считаю, что в пределах норматива действительно... Нет, в обществе имеется в виду, потому что у нас есть же такая проблема. Есть такая проблема. Законодательно мы запретили такую деятельность. Построение финансовых пирамид, я знаю много людей, которые в моем родном Качатане пострадали от того, что отнесли деньги мошенникам. Ну, это же очень заманчиво. Вот вроде бы ты приходишь, то есть ты, получается, отдаешь одну сумму, возвращаешь другую сумму в 2-3 раза больше. Это, конечно, в принципе... А вы получали в 2-3 раза больше? А, нет, я в финансовых пирамидах не участвую. И никто не получал. Все обман. Хорошо, Владислав Борисович, а как вы зарабатываете? Вот я смотрю, у вас часы хорошие на руках. Что тут хорошего? Ну, хорошие часы, но не дешевые. Красивые. Красивые. Я зарабатываю, у меня есть и свой бизнес маленький. Какой у вас бизнес? Есть. Зачем вам? Я ведь как депутат, я сейчас не имею права бизнесом заниматься, я его отдал дочке. Но есть. Я же живу. Вы же живете в депутатской квартире, да? Да. В депутатской квартире. У вас, я знаю, есть машина с лимитированным каким-то временем, да? Плюс у вас есть свой бизнес, да? Какой-то маленький, который вы отдали своей дочери. То есть на жизнь вам хватает? Хватает. Да. Ну, а помимо этого, ваша партия тоже приносит какой-то вам доход? Нет. Или только расходы? Ну, какой-то вы вопрос мне задали, очень неудобный, очень неудобный. Ну, смотрите, вам помогают олигархи, да? Я вам скажу так. То есть неужели вы этими деньгами не можете располагать? Для того, чтобы работать в партии, я вкладываю свои деньги. Я не назвал вам суммы, которые я вкладываю, вкладывал в выборы. Откуда вы берете эти деньги? Из своего бизнеса. Вы являетесь главным спонсором своей же партии, получается? Я спонсор... А жамбыл Ахмедвеков? Подождите. Я спонсирую в меру таких маленьких расходов. А в целом я живу сам, расходую деньги, заработанные в результате своего бизнеса, и у партии не прошу. И многие так работают на себя, а у партии денег не просят. Это уже достаточно. А у партии можно просить деньги? Нет. Сейчас вот, когда стало финансироваться, и то деньги скромные довольно. Вот у вас коллегиальное управление, да, партии? То есть у вас три секретаря. Вы Ахмедвеков и Кенжин, да? Да. Вот смотрите, а почему вам бы не выбрать одного лидера? Вы что, вот не можете вот кого-то из вас троих выдвинуть? Сейчас у нас модно система сопредседателей, соучредителей, то есть демократическая... Следуя в моде, получается? Следуя современным традициям используемым. А я почему-то подумала о том, что вы просто не хотите кого-то из вас троих выдвигать вот на позицию лидера. Вот на позицию лидера выдвигает сама жизнь. Сама жизнь. Как человек в жизни движется, что он заявляет, что он знает, что он умеет, как он умеет защитить партию. Это определяет место человека в руководящих кругах. Владислав Борисович, ну это... На властные структуры никто из нас не претендует. Только коллегиально. Это же сложно, Владислав Борисович. Ведь три человека, сейчас у вас взгляды одинаковые, да, одинаковые направления. Но где гарантия, что завтра или послезавтра один из ваших коллег изменит свое мнение, взгляды? У нас есть правило, записанное в уставе, что решение секретариата ЦК принимается только тогда, когда его поддержали все три секретаря. Если один из них не поддержал, оно не проходит. Тогда уже рассматривает бюро. Мы не пользуемся этим правилом. Видим по балансу. Не проходит, по-моему, предложение. Я даже его не двигаю. Но тем не менее, в ваших рядах был Ярослава Былкосымов. И вы тоже дружили, работали вместе. Это была наша ошибка, что мы Ярослава Былкосымова избирали, потому что его просьба была. А у нас был интерес, чтобы партию кто-то представлял из людей известных. Вот это мы, интересно, использовали. Сейчас жалеете? Нет, я не жалею. А чтобы партию представлять, нужно обязательно быть известным человеком? Этого достаточно? Во всяком случае, люди смотрят. А кто в партии? Даже вот мы сейчас шли на выборы в парламент, к нам относились скептически. У вас нет знаковых фигур. Вы это слышали не раз. Я тогда отвечал. Знаковые фигуры находятся во властных структурах. А мы пока что идем во власть. Вот придем, и у нас будут знаковые фигуры. А с кем из влиятельных наших высокопоставленных людей в Казахстане вы можете похвастаться дружбой с этими людьми? Во всяком случае, я не могу сказать, что мы в каких-то враждебных отношениях. Я с многими министрами знаком. Не, ну знакомы-то мы тоже знакомы. А вот прям дружицы с кем? Товарищи пошли вместе на рыбалку поехали, на охоту. Ну, на рыбалку поехали, встретились, обнялись, поговорили, чай попили. Да, обменялись новостями. Ну, с министром образования общаемся. Ну, и с другими. Министр сельского хозяйства, хоть мы с ним и ругаемся, не на жизнь, не на смерть. Но отношения у нас по-человечески ровные. Вот, возвращаясь к вашей сейчас уже депутатской деятельности, хотелось бы спросить, у Можилиси существует определенный, вот как везде это положено, в любом коллективе корпоративный дух? Или все-таки у вас своя программа, свое направление, у Абжола своя программа? Дух, у нас есть семь комитетов, члены нашей партии находятся во всех семи комитетах, и внутри своего комитета, там свои коллективные мероприятия, или день рождения, или какие-то общие выезды, интересы, наши все там участвуют. То есть вы не чувствуете того, что вот вы, вас коммунистов семеро, здесь ахжолцы, здесь большинство нарутановцев, вы не чувствуете, что у вас... Отвечу, отвечу, может быть, это будет броско. Мы везде свои, каждый коммунист в своем комитете свой в доску человек. В силу возраста? Нет, по своему духу. Удивительно. Удивительно, да. У нас в комитете сейчас четыре генерала. А у вас какой комитет? Обороны и безопасности. Вот, бывший спикер, министров два, да, два, по-моему, министра. Сильный комитет, а я среди них не чужой. Я горжусь тем, что я с ними работаю, они ко мне очень по-человечески тепло относятся, и это меня устраивает и как-то радует даже. Владислав Борисович, вы сказали о безопасности обороны страны. Это большой, один из главных вопросов. Наверняка вас не оставило, не остались вы равнодушны. Вот сейчас все общество взбудораженное обсуждает причастие к убийству своих коллег Челаха, да? Вот как вы восприняли эту новость и какова ваша личная позиция? Да, мы очень тяжело восприняли, да и не только эти события, и там еще вчера был побег. Да, в том числе. В том числе, это очень тяжелые события. Но жизнь есть жизнь, придется нам какие-то определенные выводы делать по тому, как поставлена служба, как люди относятся, как командиры относятся к своим обязанностям. Это процесс, который надо влиять и регулировать в нужном направлении. Владислав Борисович, а почему вот когда произошло это ЧП на погранзаставе, да, то есть было же вот какой-то опять период, да, вот этот вакуум, да, когда образовывается, людям не хватает информации, почему вы, обладая своей депутатской властью, не начинаете бить во все колокола? Видите, когда нет официального толкования событию, бить в колокола – это сеять слухи. А мы, политики, не должны этим заниматься. Слухи могут рождаться из какой-то уличной среды, домашней обстановки, а нам, людям при исполнении политической должности, полагается делать вывод только когда созрели они. Ну, выводы уже созрели. Вы согласны лично с этими выводами? В выводах я сомневаюсь. И свое сомнение я не раз высказывал, и в газете писали, и, по-моему, на телевидении. Вот, кстати, не все депутаты готовы высказывать свое мнение по этому поводу. Я высказал, я высказал, что я сомневаюсь, что... А чего обычно боятся депутаты? То есть это же ваше личное мнение, да, то есть по любому событию каждый может дать комментарий. В этом и заключается свободное слово? События оценить с личной точки зрения – это проблема, потому что можно попасть пальцем в небо. Завтра могут быть другие события, другие оценки. А может быть такое, что, Владислав Борисович, что вот сейчас вы прокомментировали это событие и попали в черный список? Конечно, может быть. В черный список тех людей, которых больше никуда не позовут, то есть которые могут отстраниться от политики. Вот я вас оберегать хочу, хочу уберечь от такого взгляда, что кто-то за нами зорко следит и говорит, что делает то, говорит то, не делает то, не ходи туда. Мы демократическое общество. Каждый имеет право рассуждать. И если даже это рассуждение не имеет под собой почвы, человек имеет возможность поправиться. Да, я промахнулся. Владислав Борисович, но вы же понимаете, даже мы с Оксаной приглашаем на нашу студию многих известных наших чиновников. И люди говорят так, что я очень бережно отношусь к своему статусу нынешнему, статусу КВО, и я не буду рисковать. Потому что люди боятся сказать что-то лишнее. Да, потому что... А кого боятся? Опасность того, что его же руководство не одобрит те мнения, которые он высказал. А откуда вот это появилось? Владислав Борисович, объясните мне. Откуда вот это появился страх? Все боятся где-то лишний раз выступить, где-то лишний раз что-то там прокомментировать. Откуда появился этот страх? Почему? Почему у вас запрещено? Мы давайте глобально этот вопрос рассмотрим. Когда разрушилась советская страна? Когда начали создавать рыночные отношения? Когда к нам пришли иные нравы, технологические политики и так далее, у людей появилось желание ответить добром и добрыми чувствами на эти новые веяния. И не ответив на них, он, конечно, попадал в число аутсайдеров и мог не состояться как личность. Вот эта страсть есть, страх есть такой, сейчас есть. Но мы идем к тому, что должно быть все оценено, потому как думает человек. Владислав Борисович, вот последнее время я лично много читала в СМИ такую информацию о том, что, например, Даригану Русултановну предлагает, чтобы заседания в Мажелисе показывали более обширно, полно, что на самом деле информация ужимается, и общество просто не знает, каким образом работает Мажелис, что там обсуждают, как все это происходит. Многие, кстати, думают, что по средам вы только собираетесь на пленарке и все. У меня вчера были в кабинете женщины Астаны, человек пять или шесть, вместе с Завареш Баталовой, которые зашли и просто сказать салем, как говорится. Я им показал папки с бумагами, над которыми я работаю, и сказал, что для того, чтобы мне сделать заявление в адрес правительства или какой-то запрос сделать, мне приходится перелопачивать огромную гору документов, доказательную базу создать под эту цифру. Если я сказал, что сумма такая-то тратится неправильно, я должен это открыть и доказать. Поэтому я этим женщинам показал вот такую стопу бумаг и пролистал, сколько закладок у меня, сколько зарисовок. Они расхохотались и говорят, ну и такую работу. А вот перед тем, как сделать депутатский запрос, конкретное, вот это само направление, вы согласуете? Внутри фракции? Да. Конечно. Если кто-то из депутатов выступает. И как получается, все-таки какая-то внутренняя цензура наверняка существует? Это говорим, это не говорим? Потому что присутствуют СМИ и снимаются. Когда мы согласовываем депутатский запрос, мы полагаемся на данные, которые вносит инициатор. А мы все остальные поддержим его и даем санкцию. Да, с этим запросом иди от имени всей фракции. Владислав Борисович, а были такие люди, которые приходили, допустим, с января, после того, как вы начали работу в парламенте, в новом составе, были люди, которые подходили и говорили, Владислав Борисович, давайте вы нам пробьете, вот этот запрос делаете, и в своих интересах просили вас что-то продвинуть? Сколько угодно. Сколько угодно. То есть вас постоянно об этом просят? Потому что люди, которых нужда прижала к стенке, они ищут выхода и говорят, вот ты мой вопрос, я тебе все изложу, ты только зачитай в парламенте, и мне больше ничего не надо. И что вы отвечаете? Я говорю, я не могу этого сделать, потому что это ваш личный интерес, а у меня политическое поле, я не могу всех обиженных, всех осужденных собирать и от них кудахтать сидеть. Моя функция совсем в другом. Это большие политические вопросы, блоки вопросов. А деньги предлагали за это? Нет. Ни разу? Ни разу не предлагали. Вот сколько раз вы были депутатом, ни разу? Да, ни разу не предлагали. Бытует мнение, что в основном депутаты, каждый депутат за ним. Обязательно есть какой-то бизнес, и многие поэтому и стремятся попасть, сесть на депутатское кресло, чтобы в дальнейшем решать какие-то свои личные вопросы, которые, конечно же, касаются его бизнеса. Ну, я не знаю, если у кого-то крупный бизнес, там система предприятий, может быть, это интересно с должности депутата, их там регулировать, оберегать и так далее. Ну, а когда мелкий бизнес, я не вижу нужды, чтобы депутатские полномочия использовать для того, чтобы защитить свой какой-то маленький бизнес. Ну, Оксана говорит не про маленький бизнес. Ну, большой бизнес, большой бизнес, конечно, порядочность человека должна присутствовать прежде всего. Владимир Борисович, я помню, что в 2005 году кандидатом от вашей партии в президенты был Ярослав Балкасымов. Потом в 2011 году у вас был Жанбул Ахмедбеков, тоже кандидатом президенты от партии КНПК. А почему вы сами никогда не баллотировались в президенты? Есть этические нормы. Какие? Первый – возраст. Второй – язык. Третий – имидж кандидата в президенты должен соответствовать реальному желанию. Ну, вам хотелось бы быть кандидатом в президенты? Я не хотел, никогда не хотел. Это не мое амплуа. А вот сейчас, когда закончится ваша работа в новом составе парламента, да, вот Мажелиса, что дальше будете делать? На пенсию вы собираетесь? Я уже давно на пенсию. Да? Мне уже давно пора отдыхать, но я пока что тружусь. Мы зависим от того, какое доверие выражает партия. Исполнив долг перед партией, надо бы подумать о том, чтобы посвятить какой-то хоть кусочек жизни для себя лично. А сколько вам сейчас лет? Не скажу. Я знаю, что я работаю, тружусь с 54-го года. Это уже 58 лет. Мой трудовой стаж. Вот так. Мне в этом году 75 лет. Поздравляю. Исполняется. Наверное, хватит. Я рекорды бить не хочу по долголетию. Хочу просто... А сможете? Вот человек, который так всю жизнь работал, неужели он может сесть спокойно и сажать картошку, морковку? То есть можно? Для того, чтобы не получить такой удар, надо просто психологически себя подготовить к такому образу жизни. А потом в жизни есть достаточно много различных увлечений, которые не дадут скучать. Я думаю, что я такие увлечения найду. Можете сказать, какой самый главный вывод сделали за такой уже, скажем так, такой большой жизненный опыт? Или главных три вывода? Я к 70-летию со дня своего рождения выпустил книгу о своей жизни, о наблюдениях за жизнью и назвал ее «50 на 50». И там у меня есть маленький стежок. Я на обложке разместил его на последней корочке. В годах, что прожиты, мне показалось, добра и лиха 50 на 50. В мире есть и добро, есть и упорный труд, есть и зло, которое отравляет жизнь. И его тоже надо пережить, потому что это есть борьба. Если не иметь зла, то ты не привыкнешь, не научишься бороться, не научишься стойкости, не выдержишь малейшего испытания. А когда тебя сопровождает постоянная борьба, ты даже ждешь, когда еще с какой проблемой схватиться и что из этого выйдет. Сколько раз вы были депутатом за всю вашу жизнь? В КПСС? Я не помню, сколько раз я был депутатом Совета, народных депутатов. Ну, наверное, около 20 раз. Дважды был депутатом Мажелиса парламента. А вот избирался я в общей сложности за свою жизнь голосованием, проходил через бюллетени, через голосование 43 раза. Мне кажется, вы полностью уверены в том, что в нашей стране все хорошо, все нормально. Вы уверены за будущее нашей молодежи, за будущее своих детей и внуков. Не зря вы так думаете. Я не уверен, что наша экономика и наш уровень жизни отвечает интересам общества. Ну и что? Нет. Как можно быть уверенным, когда у нас, если пришли иностранные инвесторы, металлурги в страну и плавят сталь на нашей земле с помощью наших людей, и выплавляют сталь всего 200 тонн на одного человека в год. Если у нас на одного работы еще в сфере материального производства выходит 8 иждивенцев, которые студенты, пенсионеры, дети и так далее, разве можно быть удовлетворенным? Нет. Это просчеты нашей государственной политики. А почему тогда статус, рейтинг Казахстана как независимого государства, хоть и молодого, на международной арене высок? Ведь все говорят, весь мир говорит о том, что Казахстан, Казахстан и Казахстан. Великий Владимир Ильич Ленин говорил, что если вас хвалят за рубежом, значит у вас в доме что-то не так. Вы тоже так считаете? Я так считаю. Раз нас хвалят, нас хотят задобрить, чтобы мы поделились добром своей страны. Великий Маркс говорил, вы это слово сохраните для текста. Нации, как и женщине, нельзя прощать минутные слабости, когда она позволила каждому проходинцу обладать ей. Всегда сказано, наша страна должна жить своими ресурсами во имя своего народа. А у нас 400 тысяч тонн хлопка производим в стране, 20% перерабатываем, остальное продаем. Разве это порядок? Владислав Борисович, правда, что вы используете любые методы для того, чтобы привлечь внимание к своей партии? Ну нет, партия сама сейчас привлекает к себе внимание, даже если бы я эти методы не использовал. Ну а методы, которые повышают имидж партии, внимание к партии, конечно, есть. Я сколько работаю в партии, столько и борюсь с теми, кто партию поливает грязью. А кто поливает грязью? А недруга у нас полно. Мы же многопартийная страна, и каждая партия считает своим долгом. Вы же сами говорили, что каждый из них в душе коммунист, что они вас внутренне поддерживают. Это мы о чиновниках говорили, но политическое противоборство есть всегда. Владислав Борисович, но у вас же не так много. Кому вы мешаете? Как кому? В том же самом Мажелесе. Вот вы кому-то мешаете разы? Нет, нет, мы не мешаем. Но люди, которые хотели бы, чтобы мы молчали, всегда есть. А вам не кажется, что вы пришли в Мажелесе, да, вы выиграли, вы пришли в выборы, но вы там просто для того, чтобы у нас был многопартийный парламент? Да, хорошо сказали. Искусственный состав, скажем так, да? Искусственно нас протащили, да? Да. Ну, это тоже одна из форм, чтобы унизить нашу партию. Так не только вы думаете. Так думают все недруги. Кто сам не умеет работать, а нас обвиняют в том, что мы пользуемся доверием. Нет, мы, Оксана, сейчас вас не унижаем. Мы просто предполагаем. Мы предположения вот такие. Нет, это нелепое предположение. Это реально. Это реально. Потому что настроение народа сейчас... Мы сейчас, встречаясь с избирателями, находим подтверждение тому, что нас люди избрали. Я устаю. Я однажды ошибку допустил. Наверное, может ошибка, может быть это удача. Я сказал на телевидении или Киеву, на Хабаре, о том, что мой телефон назвали. Попросили ваш телефон рабочий. После этого телефон не молчит. Владислав Борисович, интересно, вы все-таки человек настоящий коммунист. Потому что я вижу просто даже по вам, вы очень скромно одеты. Ну, несмотря на это, у вас, конечно, не скромные часы, которые стоят не меньше тысячи долларов точно, мне кажется. Ну, где-то 120 тысяч тенген. 120 тысяч тенген. Но это не дешевые часы. Не дешевые. Не дешевые. Потому что это подарок. Но не по коммунистически это как-то. Это друзья подарили, потому что, когда мы выиграли выборы, бизнесмены города, как считало, собрались, позвали меня на ужин и подарили эти часы. Да. Владислав Борисович, ну, вообще, вы как к материальным ценностям относитесь, несмотря на то, что... Безразлично. Вот я не верю. Безразлично. Во что я одет? На чем вы ездите? На чем я езжу? Для меня не последний вопрос. Потому что я за рулем всю сознательную жизнь. На чем вы ездите? Я езжу на Мерседесе. Какой модели? 320. 320. Это классная машина. И я ее купил... А год какой? Год, по-моему, четвертый. Скажите, за сколько купили, Динария? Скажу, скажу. Это интересно. Четвертый год. Да, четвертого года я ее купил за, общий, сложно, за 23 тысячи долларов. Нет, я почему спрашиваю? Потому что вы же сами говорите, мы должны быть все равны. Коммунисты не должны жить богато. Ну и не бедно. Так, средне, да? Но при этом сами... Добавим, добавим здесь. Мы не должны эксплуатировать чужой труд. Это самый главный критерий коммунистической идеологии. Ну что ж, спасибо большое, Лысо Борисович. Мы желаем, чтобы ваш статус, который вы сегодня имеете, настоящего коммуниста, человека, который не изменяет своим принципам и взглядам, чтобы вы его всегда сохраняли. Да, и успешной вам плодотворной работы в Можилисе на благо нашего народа Казахстана. Спасибо. Я напомню, у нас сегодня в гостях был депутат Можилиса парламента Владислав Косарев. Это была программа «Статус Кво». Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!